95% россиян называют этот день самым главным праздником в стране. Мы с детства привыкли видеть, как масштабно отмечают это событие. О том, как отметили 9 мая в Наринмаре, в этом году в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Режим повышенной готовности не помешал наринмарцам создать праздничную атмосферу. Горожане пели военные песни и с гордостью несли портреты своих родственников, которые отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Что приятно, что действительно мы смогли записать истории жизни наших дедов, записать именно на видеозаписи и можем сейчас не только сами пересматривать, но и показывать своим детям, внукам и действительно помнить, чтить и с гордостью нести их победу, которую они нам подарили. Возложение цветов к памятникам – одна из самых важных традиций 9 мая. Таким образом, современное поколение дает дань памяти и уважение подвигу тех, кто победил фашизм. А не вернулось домой, спали сражений более 11 миллионов советских солдат. Это священный праздник для нашей страны, для жителей нашего Невенского округа, для нашего Невенского колхоза, для наших рыболовских колхозов. Многие жители, работники, колхозники наших колхозов, наших деревень ушли на фронт и не вернулись с этой страшной войны. Кроме того, наши рыбаки помогали фронту для общей победы, и это великий праздник для нас всех. Почтить память предков пришли множество организаций. Среди них были и сотрудники ОМВД, и работники Наринмарского объединенного авиаотряда. Если у нас не будет памяти, то у нас не будет и будущего. Мы должны воспитывать поколения именно в патриотическом отношении, так, чтобы они помнили подвиги нашего народа и ценили их. И если это будет память, то, соответственно, это будет наполнять душу гордостью, и люди будут любить свою Родину и защищать ее. Великая Отечественная война – это, наверное, одно из самых страшных событий, которое когда-либо происходило в современной истории человечества. История, она имеет свойство повторяться, цикличность истории. Ну и очень важно помнить, чтить память предков и не допускать такого еще раз. Каждый праздновал этот день по-своему. К примеру, Ирина Новоселова, организатор велопробега, совместно с Александром Чемисовым решила провести небольшой квест. 14 активистов проехали по специально разработанному маршруту, который завершался возложением цветов к вечному огню. Каждый праздник мы куда-нибудь выбираемся. И, соответственно, 9 мая, когда у нас все такие очные мероприятия отменены, мы решили провести именно 9 мая мероприятие, чтобы как-то показать, что мы неравнодушно относимся к 9 мая. И для нас это достаточно серьезный праздник. Тех, кто жертвовал собой ради будущего, с каждым годом становится все меньше и меньше. Для ветеранов в День Победы власти округа, военнослужащие, сотрудники ОМВД и МЧС НАУ вместе с творческими коллективами устроили небольшой концерт, чтобы, несмотря на отмененные торжества, показать, что об их подвигах все еще помнят. Как он был от нас на лед, как нас небо дружим таем уголек. Ой, было радостно видеть. И все, кто целовался, кто плакал, кто обнимался, все. Это вообще было невыносимо. Многие называют этот день главным праздником страны. Благодаря воинам, которые отважно сражались за будущее, и труженикам, которые снабжали их необходимым, наше настоящее наполнено мирной жизнью и радостными моментами. И это то, что нам стоит беречь.